Росстат подсчитал инфляцию за 2023 год. Цены в среднем выросли на 7,4%, но отдельные продукты подорожали в полтора раза. О том, что подорожало сильнее всего и что еще может подорожать, сегодня и поговорим. Здравствуйте, сегодня пятница, 19 января, с вами Максим Блант с главным на уходящей неделе, но сначала коротко о том, что происходило с понедельника по четверг. В понедельник Росстат опубликовал данные по уровню жизни населения, где доля россиян, чей среднедушевой доход превышает 100 тысяч рублей в месяц. По итогам 2022 года это рост до 7,4%. Это дало повод государственному агентству РИА Новости написать о максимальном значении за все время ведения статистики, то есть как следует из того же материала с 2013 года. Кстати, если исходить элементарно из расчета курса доллара, то 100 тысяч в конце 2022 года это столько же, сколько 46 тысяч рублей в конце 2013. А нынешние 100 тысяч это и вовсе 37 тысяч рублей 2013 года. Во вторник правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала предложение депутатов от Единой России о внесении изменений в уголовный кодекс. Предлагаемые поправки предусматривают конфискацию имущества в статьях о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также о дискредитации армии. В том, что закон примут, причем сделают это достаточно быстро, сомневаться не приходится. Будут и конфискации. Говорить о том, что это нанесет еще один удар по российскому институту частной собственности, мы не будем. В среду начались новые неприятности для российской экономики. Турецкие банки массово разрывают корреспондентские отношения с российскими. Платежи из России замораживаются, параллельно ужесточают проверку российских клиентов китайской кредитной организации. Под угрозой оказался один из основных каналов доставки так называемого параллельного импорта в Россию, в том числе и товаров двойного назначения, которые используются российскими производителями оружия. Сейчас для России это третий по величине торговый партнер. Проблемы с оплатой импорта и получением денег на экспорт чреваты тем, что товаров на российском рынке станет меньше. Сократится и экспортная валютная выручка. Это дополнительные факторы ослабления рубля и разгона инфляции. В четверг министр экономического развития на совещании, которое проводил Владимир Путин, порадовал коллег новой оценкой экономического роста России в минувшем 2023 году. Максим Решетников рассказал, что рост российского ВВП в 2023 году оценивается в 3,5%. Но после пересмотра может оказаться и выше. Поводом для такого оптимизма послужил последний пересмотр Росстатом экономических показателей за предыдущие 2021 и 2022 годы. Подробности смотрите в наших выпусках. Итак, цены на потребительские товары и услуги, а Росстат отслеживает более 500 групп товаров и услуг, в среднем за прошлый год выросли чуть меньше, чем на 7,5%. При этом некоторые, прежде всего продовольственные товары, подорожали на десятки процентов. Яйца, бесспорный лидер, выросли в цене на 61%. Причем в 10 российских регионах они подорожали на 90 с лишним процентов. От 91% в Ростовской области до 98% в Коми. Ценник на помидоры в среднем по стране подскочил в полтора с лишним разом. Почти столько же, 48 с небольшим процентов, прибавили в цене груши и виноград. На 46 с лишним процентов больше, чем год назад приходится платить за чеснок и бананы. На треть дороже стали за год апельсины. Если оставить за скобками яйца, которые в конце года стали предметом ажиотажного спроса из-за возникшего дефицита, несложно заметить, что сильнее всего выросла в цене плода овощная продукция, которую в Россию импортируют. Так что тут все закономерно. Упал рубль, выросли цены. Если говорить о перспективах, то они не слишком радужные. Бананы продолжат дорожать из-за беспорядков в Эквадоре. Нездоровая активность хуситов в Красном море встает под угрозу или сильно удорожает поставки чая, кофе и специй. А наметившаяся в конце 2023 года тенденция к снижению цен на нефть не оставляет надежд на сколько-нибудь существенного укрепления рубля. Сильно упасть до мартовских выборов в российской национальной валюте тоже не дадут, но даже при нынешнем курсе цены продолжат расти из-за роста издержек и щедрости Минфина. Любопытно, что ряд товаров и услуг в России подешевел. Сильнее всего гречка на 18 с лишним процентов. На втором месте картофель больше 15 процентов. Тройку лидеров замыкает овсянка и перловка. Они стали стоить почти на 10 процентов меньше. Что касается круп, то это скорее всего отголосок паники 22 года. Граждане после начала войны начали делать запасы. Производители, понадеявшись на то, что ажиотажный спрос продержится долго, посеяли слишком много. И вот результат. Локальный кризис перепроизводства. С картошкой похожая история. Ее в прошлом году собрали больше, чем россияне готовы купить. И это чревато убытками для сельхозпроизводителей, которые в будущем могут вылиться в проблемы для потребителей. Наконец, еще одна любопытная тенденция, которую можно заметить из отчета Росстата. Десятки лидеров по снижению цен – телевизоры, компьютерные мониторы и стиральные машины. Цены на них снизились на 3-6 процентов. И этому есть очень простое объяснение. Раньше у российского покупателя был выбор между японскими, корейскими, немецкими или итальянскими производителями бытовой техники и электроники. А теперь российский рынок практически в безраздельное пользование получили китайские производители. О том, насколько уместно говорить о среднестатистическом телевизоре или холодильнике, судите сами. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи!